Снига Батие, 2 глава, я читаю 7 стиха. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живую. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И проразрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное, на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. В общем-то, на что больше из этих прочитанных стихов, на какой текст я хочу обратить внимание, это 8 стих. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. Второй текст, который я хочу прочитать, это записано в послании апостола Павла к евреям. Мы прочитаем 12 главу, я прочитаю 28 стих. Итак, мы приемли царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Два интересных понятия, на которых мы сегодня обратим внимание. Это рай, место обитания человека, место общения человека с Богом, и царство. Сегодня уже прозвучала маленькая мысль из первой проповеди о царстве, о котором проповедовал наш Иисус Христос. Тема о царствах, она очень обширная и требует серьезного глубокого изучения. Это тема и много всяких аспектов в этой обширной теме. Мы только на некоторые обратим внимание, которые я считаю, что важны для нас. Мы очень много говорим о рае, когда мы провожаем наших братьев или сестер. Как мы говорим часто в последний путь, мы говорим о рае, место нахождения умерших братьев или сестер. Что это за место, куда идут на отдых, на покой, ожидающие начало Царства Божия. Мы коснемся немножко в нашем сегодняшнем общении. Иисус Христос как бы продолжил то, что начал говорить перед Ним сначала Иоанн Креститель. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То же самое говорил Иисус Христос от начала. Христос очень много времени уделил для того, чтобы говорить о Царстве Своем. И Он не только излагал учения о Царстве в притчах. 13 глава Евангелия от Матфея. Это вся глава о Царстве Божьем. Он со всех сторон вот этими примерами ученикам своим говорил об этом Царстве. Он сосредотачивал внимание учеников и своих последователей на серьезность этого вопроса. Например, велика ваша награда на небесах. В принципе, это мысль о Царстве Божьем. Войдите благословены, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. То есть это Царство Богом определено за много-много лет до этих событий, о которых мы сейчас с вами говорим. В Деянии Святых Апостолов мы имеем свидетельство о том, что Господь в течение 40 дней, это первая глава, встречаясь со своими учениками, говорил о Царстве. И Он так их заинтересовал этой серьезной темой, что они говорят, Господи, не все ли время Ты восстанавливаешь Царство народа Твоего Израиля? Не ваше время знать времена и сроки, которые положил Отец во властье своей. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Научение о Царстве апостолы очень хорошо усвоили, и мы видим, как апостол Павел, Петр и другие апостолы эту тему неоднократно поднимали в своих проповедях. Деяния Святых Апостолов, 28 глава, одно маленькое свидетельство, хотя в 19 главе мы прочитаем то же самое, потому что Павел неоднократно к этому вопросу подходил или возвращался к этому вопросу, чтобы о нем говорить. 23 текст «И назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе и закона Моисея и пророков». Говоря о своем Царстве, Христос говорил, кто он? «Ты, Царь Иудейский?» – задавали ему вопросы. «Ты говоришь, ты говоришь». И Христос подтверждал, кем он является, но мог давать и пояснение о Царстве Моего, не от мира сего. Братья дорогие, вот вопрос о Царстве, говорю, он настолько обширный, потому что есть Царство Небесное, есть Царство Земное, есть Царство Преисподнее. О каком Царстве говорил Иисус Христос? «Мы приемлят Царство Непоколебимое, будем хранить благодать». Братья, обратите внимание, что в Новом Завете вообще о Рае речь идет не так часто. Всего несколько текстов Святого Писания, которые нам говорят о Рае, больше идет речь о Царстве. И Христос говорит «Я завещаю вам Царство» и сядете на двенадцати престолах, судей, двенадцать колен Израилев. Царство завещано. Какое Царство? Не рай. Почему не рай? Мы больше говорим о Рае. Если идет речь о потустороннем мире, то о Рае. Иисус Христос говорил не о Рае, Он Христос говорил о Царстве. Хотя и о Рае тоже мы находим тексты Святого Писания, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Например, «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Почему-то разбойник не о Рае думал, он думал о Царстве. А Христос говорит «Ты ныне же», то есть с этого момента, с этого времени, «Ты будешь со мною в раю». Не в это мгновение, а с этого времени «Ты будешь со мною в раю». Христос говорит о Рае. «Братья, какая разница между Раем и Царством Небесным?» Что такое Царство? А я говорю, что Царство есть небесное, есть Царство земное. Первое Царство земное, наверное, упоминается в первых страницах Библии, мы читаем, о Царстве Немрода. Сей был сильный на земле. Немрод, вот, Царство его, начало его Царства – это Вавилон. По всей видимости, под его руководством строилась Вавилонская башня. Вот это было очень мощное Царство. Вот остатки этого Царства – это Империя, а не до сегодняшнего дня. Это Ирак и тому подобные вещи там вот в той местности, откуда начиналось это человеческое Царство. Земное, но сильное Царство. Вот, есть Царство преисподнее, братья. Думаю, что оно покрепче, чем земное Царство. Тут уже сколько империи сменилось, вот сколько Царств человеческих поменялось. Но Царство, Царство тьмы, вот, где есть престол в этом Царстве, на котором восседает вот тот, который восстал против Бога, вот это его Царство тьмы. С этого престола он управляет вот своим страшным демоническим миром, влияет на Царство человеческое и восстает против Царства Божия. Вот это я говорю о противнике Божьем. Вот у него есть свой престол, и мы читаем в Откровении, «И вылил ангел чашу на престол зверя, и Царство его сделалось мрачным». Это страшное Царство. Вот оно тоже колеблемое Царство. Оно придет к своему концу, как и все человеческие царства. Вот они сменяли одно другое, и они все будут разорены, они все придут к концу своему, есть непоколебимое Царство, Царство Божие, Вечное Царство и так далее. Братья, я сегодня еще раз хочу сказать, очень широко не смогу эти вопросы все, вот так вот, в короткой своей проповеди, в течение часа объяснить, или двух часов, может быть, завтра еще продолжим. Но все-таки на некоторые моменты хочу отметить, что такое Царство Божие, вот откуда оно берет свое начало. Вот, и у каждого Царства есть свой властелин, вот, у каждого Царства небесного, земного и преисподнего. Я сейчас буду говорить о Царстве Божьем, братья. Вот написано, «Господь на высоте поставил престол свой, и Царство его всем обладает». Это Царство нашего Бога. Я понимаю в буквальном смысле, вот, Царство Божие – это абсолютно вся Вселенная. Во Вселенной Бог обитает в неприступном свете, которого человеков никто не видел и видеть не может. Вот, во всей Вселенной, необъятной, бесконечной Вселенной, есть место, где обитает Бог. Бог – реальная личность, которая имеет абсолютную власть, абсолютную власть, абсолютный суверенитет, и вся Вселенная подчинена нашему Богу. Братья, когда я начинаю рассуждать о Царстве нашего Господа, о Его могуществе, о Его славе, о Его творении, Бог является творцом своего Царства, то есть, это видимый и невидимый мир, витают ангелы, серафимы, херуимы, вот, ангелы, архангелы, сыны Божии, и, может быть, еще существа, о которых мы мало чего знаем, они обитают во Вселенной, они сотворены Богом, у них есть свое начало в прошлом, вот, они разнятся по своей силе, по своей власти, эти ангелы, в Царстве Господа, они разнятся своим могуществом, они, у них есть свое мышление, свой подход к выполнению Божьих намерений, и Бог, как творец всего, Он является всегда творцом, и всегда таким будет, Бог не познаваем на сегодняшний день, не ангелами до конца, не познаваем и нами, и я даже задавал себе вопрос, будет ли когда-нибудь такое время во Вселенной, чтобы мы до конца могли познать Бога, и на сегодняшний день я отвечаю, что нет, для себя я отвечаю, Бог не познаваем, Он всегда будет открывать свое могущество, свое творчество, вот, свою непознаваемость, Он открывать будет ангелом, Он и сейчас это открывает, И ангелы, восхищаясь делами рук Божьих на земле здесь, и о том даже, как Бог спасает свою церковь, они пытаются проникнуть в многоразличную благодать Божию, они пытаются познать Бога, и Бог открывается ангелам своим могуществом, своей славой, своими интересными планами во вселенной, которую он осуществляет. И я думаю, братья, что мы когда придем на небо, а Бог, Он всегда творил, Он всегда будет творить славное, прекрасное, будет открывать нам, нам всегда будет интересно, мы всегда будем восхищаться, как восхищаются на сегодняшний день ангелы, все, что делает Бог, и они говорят, свят, свят Господь Савов. Ну, ангелы, я говорю, что у них есть свое творчество тоже, свое мышление, в подходе дело, они принимают активное участие в спасении, вот, человеков, мне это нетрудно доказать, и они, ангелы, вот, участвуют в жизни людей, они могут быть орудиями Бога для наказания людей, целых государств, целых народов, вот, и они могут от Бога приносить благословения, вот, поощрять, укреплять, сохранять и тому подобное. От начала, от создания человека ангелы принимали активное участие, вот, в этих интересных вопросах. Братья, и у них тоже есть свое мышление у ангелов, и свой подход. И что интересно, Бог употребляет даже мышление ангелов для выполнения своих намерений. Я привожу библейский пример. Когда и Асафат, царь Исафат, царь иудейский, царь израильский, Ахав, решили пойти на Ромаов-Галатский, то все пророки, там их было 400, они говорили одно, иди, Господь предаст Ромаов-Галатский. Ну, и Асафат, похоже, усомнился, глядя на этих всех пророков, в чем-то усомнился. Вот, а есть ли еще какой-нибудь пророк? Есть, но я его не люблю. Ну, позовите его, Михей, позовите его. И Михей интересно открывает потусторонний мир. Нам он мало открыт, братья, мало открыт, но все-таки где-то завеса немножко приоткрывается. Я видел Господа Савуофа, Михей говорит. И перед ним стояли воинства небесные, то есть это реальная картина потустороннего мира. Ангелы стояли, и по правую, и по левую сторону. И Бог обращается к этому воинству. Бог знает, как поступать, ему нетрудно вопрос решить Ахава, он уже сказал, какой конец будет Ахава. Бог уже сказал, что через пророка Илью, что Изавель съедят псы за стенами Иерусалима. Все это будет, все это будет. Бог сказал, но выполнять будут ангелы через определенных людей. Ангелы будут выполнять Божье намерение. Кто пойдет туда, Бог к воинству небесному обращается, не к людям, и склонит Ахава, чтобы он пошел на Румов-Галатске и там погиб. Кто это сделает? И написано, один так говорил, а другой говорил иначе. То есть у ангелов есть свое мышление по тем и по другим вопросам. И они Божье намерение пытаются осуществить согласно своих познаний, своих способностей, своих особенностей и так далее. Один говорил так, другой иначе. И выступил дух. Я думаю, это тот, который по левую сторону. Я не хочу сейчас с догматической стороны это разбирать, что это за дух. Но он говорит, я пойду и сделаюсь духом лжи в устах всех пророков. И они пойдут на Румов-Галатский. Иди, и ты это выполнишь. Иди. Он пошел, и Михаил говорит, вот то, что сегодня произошло. Но Бог сказал о тебе недоброе. Ну, я, братья, просто коротко пояснил, что в Божьем творчестве участвуют рассудительные существа. И у них есть и свой подход, и свое творчество, и выполнение тех или других Божьих намерений. Это Царство Божие. И вот во Вселенной, братья, это все Царство. И оно было прекрасное. Ангелы ликовали. Я так представляю. Отец, Сын, Дух Святой. Может быть, был тот момент, когда Бог ангелом открывал Сына Своего. Каким образом? У меня есть некоторые рассуждения по этому вопросу. Но написано, когда вводил первородного во Вселенную, вот, да поклонятся ему все ангелы. Может быть, Бог открывал когда-то ангелам свою вторую ипостась, как некоторые говорят, да, вторую личность Божества. Бог открывал сокрытого некогда в недре Отчим. Он всегда существующий, всегда находящийся рядом, но сокрытый, может быть, даже от ангелов. И Бог выводил его когда-то во Вселенную. Первородного своего. Вот. И вся Вселенная ликовала. Все было хорошо. Все было восхитительно. Это царство, братья. Ему конца нет этому царству. Нет никакого начала. Потому что оно всегда существовало, как существует всегда Бог. Вы знаете, братья, вот даже когда мы были маленькие, ну, коммунистическая такая система, атеистическая была. Сложно было. Вы знаете, даже люди, ну, такого широкого, довольно-таки, светского ума, начальники. Вот мне приходилось с ними в армии вот иметь дело. То меня замполит вызовет, то какой-нибудь подполковник, то полковник. То есть люди образованные, вот, образованные, вот. И часто и личные беседы были, и публичные. И нам вот всегда, почти везде задавали, на всех уровнях вопрос. Веришь в Бога? Да, я верю. Откуда Он взялся? Вот у них, как всегда, откуда Он взялся? Да Он всегда был. Такого быть не может. Но мышление атеистическое было всегда. Такого быть не может. И я задавал вопросы простые, начальникам. Я говорю, хорошо. Вот Библия говорит, что нет ни начала, ни конца. Бог был всегда. Этого быть не может. Я говорю, объясните, во всех наших учебниках физику возьмите, прочитайте все. Мы биологию, вот. Учителя все преподают нам это. И все со школьницами знают это. Я говорю, скажите, пожалуйста, Вселенная имеет конец? Или она бесконечна? Все начальники говорят, бесконечна. Потому что во всех учебниках это прописано в атеистических. Я говорю, объясните. Вопрос бесконечности. Объясните. Вы знаете, говорит, объяснить не можем. Но вы говорите, это бесконечно. И все так ученые говорят, даже атеисты. Вселенная бесконечна. Да, говорит, объяснить не можем. А что вы от меня требуете объяснения? вещей необъяснимых, которых сегодня трудно. Я верую и воспринимаю. Бог так сказал, мы так верим. Он всегда был, он всегда есть. И вы знаете, это существенные были аргументы, на которые обращали внимание люди грамотные того периода времени, хотя и атеисты. И в общем-то, сколько я видал людей, склонных веровать. И как мне один замполит говорит, ну вот мой партбилет, мои погоны не позволяют это делать. А в общем-то, конечно, есть о чем подумать. Братья, так вот, Бог, Бог, это личность прекрасная. Если, держа им в своей оде, вот пытался и понять, и объяснить Бога, вот в стихотворной такой поэтической части, вот ты пространством бесконечной живые движения вещества, потоком времени предвечный без лиц в трех лицах божества. Дух всюду сущий, единый. Кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собой наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Братья, и вот сразу же представляется нам Бог великий, могущественный, но это не бесформенное какое-то, знаете, существо. Нет. Бог обитает во всем абсолютно своем царстве, и нет места, где бы, казалось бы, Бог не обитал, и куда бы он своим взором не проникал, и в то же время Бог имеет лицо, братья. А значит, если можно нашим человеческим языком сказать, братья, я боюсь такие слова произнести, но все-таки написано, есть тела небесные, есть тела земные, у Бога есть вот это небесное тело, тело не наше человеческое, но форма, или как выразится, естество, то есть ангелы видят реальную личность, небесформенный дух, а реальную личность, причем неописуемой красоты. И написано, при лицом Господа трепещи земля, и ангелы видят лицо Отца, и они благоговеют перед Ним, и Христос говорит, вот этих маленьких сих, вы смотрите, вот, не презирайте, то есть не обижайте их, не делайте им плохо, потому что ангелы их видят лицо Отца. Братья, дорогие, и у Бога есть лицо. Вот, какое? Нам Писание сейчас не дает даже права об этом как бы фантазировать и мыслить, потому что мы обязательно сделаем ошибку, но ангелы видят это лицо. Братья, нам гарантированно увидеть лицо Бога, гарантированно. Мы увидим Его таким, каким Он есть. Сейчас мы как бы духом пытаемся постичь это, вот, приблизиться к Богу, духом чувствуем Его могущество, величие, благоговеем перед Ним, но, братья, мы реально увидим Бога. Мы встретимся с Ним к лицом к лицу, мы увидим Его таким, каким Он есть. И это когда-то будет, я представляю, братья, как мы будем трепетать, и я лично про себя думаю, когда я увижу Бога, Его прекрасное лицо, и Моисей входил в контакт с Богом, близкий контакт, потому что Бог сходил на гору Синая, как Он сходил сам лично, или вот от лица Его ангел Божий там говорил, хотя вот Стефан, допустим, он будет потом как бы пояснять, что рукой ангела Бог это делал. Ангелы, потому что как бы иногда вот являет свет Божий, являет Его могущество, вот, они отображают Бога, но там вот лицом к лицу Он разговаривал, нет, Он Бога не видел таким, каким Он есть, вот, но Он мог духом ощущать, и Он в такой близости был с Богом, что когда сходил с горы Синая, вот, Он должен был покрывать себя покрывалом, потому что люди не могли смотреть, не могли смотреть. Это сияние, вот, это лучи света, это просвещенное лицо, такое, что человеческий глаз не мог это выдерживать. Я когда приводил пример, я прочитал это давно, в одном журнале, еще в советское время, про одного бельгийского физика, его плата фамилия, вот, он решил произвести опыт, и в течение восьми минут он смотрел на солнце, которое находилось в зените, вот, не закрывая глаз, ну, там подчеркнули люди, которые наблюдали за этим экспериментом, они сказали, эксперимент закончился неудачно, плата ослеп, ослеп он навсегда, вот, один маленький император спросил у своего наставника, вот, учителя, ты покажи мне Бога, и для меня достаточно, а мудрый учитель, посмотрев на своего воспитанника, говорит, посмотри внимательно на солнце, он говорит, учитель, я этого сделать не могу, на солнце смотреть невозможно, он говорит, как я тебе покажу Бога, который сотворил солнце, это невозможно, абсолютно, братья, за всем прекрасным, за всем тем, что мы видим, и даже на что смотреть нам тяжело, от красоты, от великолепия, вот, одежды Христа сделались блистающими, как не могли выбелить, ни одни белильщики, и ученикам тяжеловато, братья, смотреть на это великолепие, вот, на эту красоту, на глаз Господа, мы слышали этот глаз, принесшийся с небес, вот, ученики трепетали, когда Бог проявлял свое могущество, братья, вот таков наш Господь, то есть, в своем царстве, Он властелин, прекраснейший Бог, вот, с прекрасными ангелами, и Он управлял вселенной, но, вы знаете, братья, всегда что-то не хватает, вот, и это мои рассуждения, братья, я могу ошибиться, потому что, вот, я человек, который, ну, пытался какие-то вопросы исследовать, вот, я иногда так боюсь, Господи, помоги мне что-нибудь лишнее не сказать, вот, в исследованиях тебе что-то лишнее не сказать, и если, братья, я что-то скажу, не совсем приемлемое, это плод моих рассуждений, вот, и может быть, я где-то и ошибаюсь, может быть, где-то, и по-человечески, просто пытаюсь понять, вот, прекрасное и славное, вот, и почему я говорю, всегда что-то, знаете, у Бога всегда что-то есть интересное, всегда что-то новое, и я его представляю форсом, и так будет во веки веков, когда мы придем в царство, не в рай, братья, я сделаю пояснение, какая разница между раем и царством, и Бог будет нам открывать свое царство, это не какая-то маленькая частица, войдите благословенно и наследуйте царство, это не город, вот, это царство, братья, это не царство земное, это царство непоколебимое, прекрасное, вот, где Он является абсолютным хозяином во вселенной, царем, вот, это наш Господь Иисус Христос, и вот Бог там будет открывать, и Он сейчас открывает, и Бог всегда, как творец, Он всегда что-то творит, это на мой взгляд, братья, и даже когда Он творил вселенную, вот, все было хорошо с первого дня, но всегда что-то недоставало, всегда что-то недоставало, братья, и я думаю, что в царстве ангелов, которых Бог сотворил, в Его царстве прекрасном и хорошем, вот что-то недоставало, вот на мой взгляд, и Бог все лучшее и лучшее делал, вот, и на сегодняшний день Он это делает, ну, что недоставало, братья, к примеру скажу, что недоставало, может быть, это на мои рассуждения, все хорошо, отец, сын, единственный сын, наследник престола, сидит рядом с отцом, со своим, управляет всей вселенной, потому что и Бог через сына своего и веки сотворил всю вселенную, послание Колоссяна мы об этом читаем, да, и отец радовался творчеству своего сына, вот, и такое абсолютное единодушие, братья, по своей сущности равные, по положению, отец, сын, дух святой, ну, есть определенная разница, но по сути единое, да, его Бог творит, братья, но все ли, вот ангелы, красивые существа, прекрасные, вот, творчески выполняют Божие намерения во вселенной, поручения его выполняют во вселенной, ведь до сотворения земли, братья, ведь сколько миллиардов лет прошло, и ангелы, они были сотворены, они что-то делали, они же не просто бездействовали в царстве, нет, они какие-то намерения Божие осуществляли, это царство прекрасное, там такая гармония в этом царстве, там все отлажено, но мне что-то, мне кажется, и все равно там что-то еще не хватало, и Бог все новое и новое открывает, и вот давайте мы прочитаем один текст, он тоже связан с моей сегодняшней проповедью, это послание к евреям, я прочитаю первую главу с первых стихов, но только на некоторые моменты обращу внимание, Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сиянием славы Его, и образ ипостась Его, и держа все словом силы Своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел Одесной престола величия на высоте, будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред Ним наследовал имя. Братья, я только отчасти затрону целую тему, может быть, я, может быть, если получится у меня завтрак, больше ее коснусь, вот, то там дальше такое выражение, кому когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, то есть ангелов даже вообще равнять с Сыном Божьим, со Христом, это просто кощунство, некоторые пытаются Христа низвести до ангела, и даже говорят, это ангел, да, самый лучший, самый красивый, есть целое учение, лжесвидетели Иеговы, скажем, они вам будут уверять, что Христос это не Бог, что Он сотворенный, что это ангел, кому когда из ангелов сказал Бог, то есть Бог отделяет Сына Своего настолько высоко от ангелов, вот, Он говорит о Его сущности, о единстве с Собой Бог говорит, вот, когда идет речь о Сыне Своем, да, и вот, братья, все хорошо, все хорошо, все прекрасно, да, отец, и потом сын, и ангелы, ангелы равных, сыну больше нет, знаете, у меня не один сын, у меня родилось 8 сыновей, и вот, ко мне подходит старший, подходит ко мне старший, ему чуть 20 лет исполнилось, папа, я решил уходить из дома, я не понял, тебе сынок, да, папа, Катю полюбил, Катю полюбил, я хочу жениться, папа, вот, полюбил и все, и вы знаете, и полюбил крепко, вот, ну, вы тут отцы ноги сидите, как поступить, как поступить, ну, Катя хорошая, мне нравится, Катя, я сынок, рановато, нет, папа, я говорю, ну, сынок, ну, что тебе, дома не нравится, смотри, я тебя кормил, я тебя поил, я тебя растил, я все тебе делал, ты у меня живешь, тебе что, плохо у отца, я что, плохой отец, папа, Катю люблю, разрешу уйти из дома, вот это да, ну, ладно, женился мой сын, старший, слава богу, уже пятеро детей, вот, второй подходит, и то же самое, папа, я решил создать свою семью, а я ему, я с одной стороны радуюсь, я говорю, сынок, да подожди, ты еще молодой, тебе что, у папы плохо живется, нет, хорошо, папа, а что такое, хочу иметь жену, полюбил Лену, и полюбил, хочу иметь, но сынок, ну ладно, я его начал там испытывать, всячески, специально там уговаривать, ну, проверять, насколько серьезно, вот, оттягивать этот вопрос, а ему тоже молодой, еще 20 лет, я говорю, до 24 хотя бы, потрудились бы, я говорю, нет, папа, второй женился, ну ладно, третий подходит, папа, и меня дома не было, звонит он мне по телефону, папа, вопрос надо срочно решать, я говорю, ты чего, сынок, я сейчас приеду, не, папа, я уже решил, дай согласие, называет кого, ну, я уже подозревал, конечно, вот, папа, потому что сейчас надо мне срочно решить вопрос, когда ты там приедешь, не скоро, а время не терпит, откуда такое, я ему тоже, сынок, говорю, а тебе что, у папы плохо живется, я, наверное, следующему так задам, я тебя ращу, кормлю, пою, дома все хорошо, я тебя не прогоняю, нет, мне не хватает, мне чего-то не хватает, братья, и когда мы сосчитываем, мы тоже это понимаем, что-то не хватает, все казалось хорошо, но что-то надо, братья, а потом следующее, вот, откуда такое желание, где иметь, это внутренняя потребность, почему-то у человека, иметь себе подобных, братья, дорогие, и я вот представляю, во вселенной, все прекрасно, все хорошо, все хорошо, но что-то, что-то, видать, не хватает, еще, в творчестве Божьем, что-то не хватает, братья, но это только мои такие человеческие рассуждения, это, если так можно представить, может быть, не так все было, вот, но я пытаюсь представить, и вот отец, а у них же есть общение между собой, вот как я со своими детьми, мне прекрасно, мне приятно общаться с детьми, он говорит, сынок, отец это или сын, но речь, я так думаю, братья, речь зашла о невесте, речь зашла о подобных, во вселенной подобных нет, есть ангелы, прекрасные, и серафимы, и херувимы, ангелы, архангелы, нет подобных Богу существ, нету, я так думаю, отец говорит сыну, хочешь, у тебя братья будут, будут подобные тебе, тебе, и Бог открывает перспективу тех, которых он предузнал, он увидел это, смотри, сын, хорошие, прекрасные, похожи на тебя, похожи, хочешь, хочу, я хочу, чтобы у меня были братья, а страдать будешь, надо будет идти умереть, для того, чтобы они стали подобным нам, ты должен будешь уподобиться им, я представляю, вот открывается перспективно во вселенной, почему я так думаю, братья, потому что написано, он заклан, Христос заклан, от создания мира, то есть, до того, как вот во вселенной, вот в этой части, где мы с вами живем, это только часть вселенной, пускай она необъятная, непознаваемая, бесконечная, но это только часть абсолютно громадной вселенной, где существует Бог, и откуда он управляет всей вселенной, потому что у нее есть престол, вот, и он с этого престола, он, написано, он в неприступном свете, это третье небо, вот, недоступное, ни для кого из людей, он управляет, вот, вселенной, и вот, там, возможно, решался этот вопрос, и вот, Бог открывал, я, вот, некоторые тексты, столько процитировал, Бог это предузнал, Бог это видел, Бог это хотел, вот, сын дал согласие, но, чтобы они стали подобны нам, сын, тебе придется пройти вот такой путь, согласен, хочу, и началось, вот, на мой взгляд, началось уникальное творение, которое совершил Бог, Братья, я говорю, что я могу ошибиться, это только мои рассуждения, ради этого Бог сотворил, вот, эту видимую часть во вселенной, вот, сотворил солнце, мы знаем, как в книге бытия, то есть, Бог начал творить, для того, чтобы достичь, вот, самой главной цели достичь, самой главной, Бог начал творить, вот, в шесть дней Он сотворил, Братья, я полагаю, что это была глубочайшая тайна, о которой не знали ангелы, я так полагаю, вот, почему, потому что апостол Павел, когда начинает открывать в послании к Ефесянам, другие послания, послания к Римлянам, вот, он говорит о тайне, тайне, вот, церкви, которая открыто написана апостолом, и тайне Бога восплощения, послания к Римлянам, мы читаем первую главу, да, и открылся Сыном Божиим по воскресенье, это все была тайна, не разгаданная ни ангелами, ни силами, которые отвернулись от Бога, ушли, вот, восстали против Него, это неразгаданная тайна, вот, но открытое апостолом, начало откровения этой тайны при воскресенье нашего Господа Иисуса Христа, вот, и если пророки, они говорили об этой тайне, они предсказывали, похоже, не понимая до конца, о чем они говорили, предсказывая вот эти дни, вот, спасения и язычников, и тому подобные вещи, когда они говорили, я так полагаю, что не все они могли понимать, для них это было сокрыто, вот, хотя они пытались, как и ангелы, вот, проникнуть в эту многоразличную благодать Божию, и так далее, она открыта была в момент воскресения нашего Господа Иисуса Христа, потом она больше стала открыта апостолом, и я полагаю, братья, и до конца она на сегодняшний день еще не разгадана, не открыта, Бог и сейчас что-то нам открывает, но он открывать будет всегда, так вот, это было определение Божие, это его была тайна, вот, которую он начал воплощать, и тайна этого творения, вот, мы знаем тайна семи звезд, это тайн много, если вы начнете тему изучать о тайнах, вы увидите, сколько их много в Святом Писании, в Ветхом Завете, тайна творения есть, вот, я как-то пропадал на эту тему, я перечислил все тайны, вот, и тайна и семи звезд, вот, и прочие тайны, и Бог что-то открывает, и вот эта тайна, Бог начинает, начинает творить, сотворил прекрасный мир, братья, и когда Бог сотворил все, написано все хорошо, весьма хорошо, вот, и вы знаете, как ангелы воспринимают, знали творчество Господа, мы читаем в книге Иова, все сыны Божьи восклицали от радости, вот, я представляю, Бог творит, и все радуются, как все красиво, и Бог говорит, весьма хорошо, весьма хорошо, и вдруг прозвучал во вселенной голос, братья, я думаю, что до этого, это я полагаю так, рассуждаю, может быть, я ошибаюсь, никто об этом не знал, ни ангелы не знали, никто, это была тайна, которая начала в какой-то степени открываться, и мы знаем, что произошло в шестой день творения, и вдруг, Бог сказал, сотворим человека по образу нашему, и по подобию нашему, братья, и вот это, все, отличительное, от всех живых существ, которые сотворены Богом во вселенной, нечто новое, начинает создавать Бог, ангелы, на мой взгляд, они были сотворены по-другому, эти бесплотные духи, имеющие свои тела, духовные тела, они были сотворены по-другому, человек был сотворен не так, как ангелы, и нигде я не нашел текста, если меня поправить, это я буду рад, чтобы ангелы были подобны Богу, чтобы они сотворены были подобными Богу, нет, ангелы не подобны, их даже равнять нельзя, кому когда из ангелов сказал Бог? Никому, братья, но человек, он отличается от ангелов, сотворим человека по образу нашему, и по подобию нашему, и Бог сотворил великолепного Адама, великолепного, братья, и я полагаю, может быть я ошибаюсь, недостаточно исследовал этот момент, восстание ангелов, на мой взгляд, произошло в этот момент, вот, есть другие точки зрения, я так, это я понимаю, восстание ангелов произошло в этот момент, может быть я ошибаюсь, восстание, почему, почему я так полагаю, потому что, когда будет речь идти, в пророчествах о восстании ангелов, например, пророк Исаия, или пророк, язык, или они скажут, ты ходил, ты ходил в Едеме среди огнистых камней, какая твоя одежда была, то есть, он был прекраснейший ангел, херувин, от тщеславия твоего, сгордилось сердце твое, ты погубил мудрость твою, будут плакать о нем, как о царе Тирском, пророк, что ты сделал, братья, то есть, я полагаю, а он ходил в Едеме, в каком Едеме? Ты ходил среди огнистых камней, вот он уже там находился, я где-то один богословский труд прочитал, я даже не помню, вот в каком месте, ну такая точка зрения одного богослова, что возможно, возможно, при сотворении нашей земли, вот ангелы, на мой взгляд, они отвечают во вселенной за какие-то определенные участки, вот даже они отвечают за души людские, ангел-хранитель, вот есть такое у нас понимание, вот ангелы ополчаются над боящимся его, это охрана Божьего, и они, как творческие личности, они тоже творчески совершают это служение, которым Бог им предназначил, и я полагаю, что они отвечают за какие-то, может быть, даже объекты во вселенной, как божьи слуги, и вот такая мысль интересная, вот я прочитал ее, потом начал рассуждать об этом, вот есть, возможно, такое предположение, что Бог Люцифера поставил князем нашей земли до сотворения человека, то есть в его управлении это находилось, он находился в Едемском саду, у него одежды нет, они еще не опороченные, он не потерял еще своей внешности, ты ходил среди огнестым ходи, ты находился в саду Божьем, написано, в Едеме, это то место, которое мы сейчас с вами прочитали, и Бог насадил рай, где насадил? В Едеме, и похоже, братья, похоже, что человек был сотворен, сотворен, уже Бог открывал свою тайну, а потом этот, ну, это мне трудно сказать, в какой момент Едем, вот, может быть, может быть, после творения человека, Бог этот сад насадил, и поместил туда человека, может быть, в этот момент, но я думаю, что братья, в восстание ангелов, в грехопадении, это было не столь давно, это было в начале творения, в общем-то, если по библейской точке зрения, шесть тысяч лет назад, я буквально понимаю это, не миллионы лет, я буквально понимаю, это было около шести тысяч лет назад, в восстание ангелов, падение человека, обольщение его, произошло в короткий промежуток времени, и может быть, вот в этот момент, как все это происходило, братья, почему я делаю такие выводы, почему я делаю такие выводы, потому что все было хорошо, все было хорошо, но когда Бог сказал, сотворим человека по образу своему, и по подобию нашему, что-то произошло, на мой взгляд, в этот момент, потому что еще, братья, когда мы читаем уже, это только Бог сказал, что сотворим, а когда Бог сотворил, написано, и сотворил человека по образу своему, почему-то о подобии не идет речь, не идет речь о подобии, но Писание о подобии очень много говорит в Новом Завете, будем не сейчас, мы не сейчас, будем подобны Ему, когда, когда увидим Его таким, каким Он есть, наше жительство написано в послании к Филиппице, мы читаем на небесах, откуда мы ждаем спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет подобным, вот когда речь идет о подобии, но сотворим человека по образу, да, какой-то образ мы получили, но это подобие, оно будет, братья, подобие будет, но что произошло, братья, я так думаю, что тот момент, когда Бог сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, произошло восстание, почему? Потому что мы читаем упадение ангелов, Люцифер, он сказал, я буду подобен Всевышнему, я поставлю престол свой на краю севера, я сяду в сонми богов, я буду подобен Всевышнему, вот кто захотел подобным быть, а что значит быть подобным? Это таким же, это соответствующим, это соответствующим, вот Христос подобен Отцу, ангелы не подобны, Люцифер, ты ангел, ты был совершен со дня сотворения твоего, у тебя есть начало твоего появления в этой вселенной, но ты не подобен, но он сказал, я буду подобен, я думаю, что вот эта ревность, или вот это восстание, почему он страшно ненавидит людей, вот он увидел, как, знаете, ту личность, которая будет выше его, ну, я так думаю, и вот он восстал против этого, он восстал, но будучи наделен определенными правами, ведь Бог абсолютно свят, и он в царстве своем поступает, как властелин абсолютно святой, и в отношении даже в восстании ангелов у него, вот он не может иначе поступать, потому что он свят, свят, свят наш Господь, у него есть и сила, и власть решить вопрос своих существ, которые он сотворил, но Бог, Бог святой, и даже в отношении вот этих восставших ангелов, Бог поступает очень свято, это они возмутители, но не Бог, и на мой взгляд, Бог отодвигал сатану от управления поэтапно и постепенно, знаете, как Господь сказал, когда произошло это восстание, Он говорит, ты погубил мудрость твою, что ты начал делать, ты погубил народ твой, ты пленников твоих не отпускал на свободу, ты разорил землю твою, вот я делаю ударение, почему пророк, говоря о Люцифере, употребляет такие выражения, ты губил народ твой, ты разорил землю твою, и так далее, и он претендовал на эти права, я ходил по земле, обошел ее, Христос говорит, вот идет князь мира сего, и он по этой земле ходил как хозяин, это все мое, это кому он говорит, творцу, который сотворил всю вселенную, и Христос с ним не спорит, это мое все, это мне принадлежит, видите, Бог не такой, как мы люди иногда, у нас один брат, сделал сестре предложение, вот, сделал сестре предложение, и подарил ей хороший, хороший такой, знаете, подарочек, вот, подарил и подарил, она думала, думала, и ему отказала, вот, отказала, и он говорит, отдай мне мой подарок, вот, я таких два случая знаю, я сам участник был в разборе этого дела, отдай, что я тебе подарил, братья, но у вас вызывает улыбку и недоумение, как может быть, да, Бог не такой, если он дал, Богу не трудно забрать, в принципе, это его, вот, но если Бог наделил какими-то правами, он и нас наделил большими правами, и вы, братья, вот можете обратить внимание, даже когда касается вопрос кальвинизма, Бог наделил очень большими правами людей, и он как бы на наши права не претендует, ему не трудно поставить весь мир на колени, у Бога совершенно другие методы, у него святые методы, у него другие законы, на основании которых он действует, это сатана, он мятежник, он против законов Божьих выступает, и все прочее, это мое, ты мне дал, как ты заберешь, ты дал мне право, я буду управлять этим царством, и он это царство взял в свои руки, и вот интересно, что Бог не отнял от него, идет князь мира сего, надо мной ничего не имеет, этот князь имеет такую власть, что я диву даю, он берет Христа и ставит, на высокое место, и показывает ему царство в одном гномене ока, свое правление, кому хочу, тому и даю, пока не с ней, это все будет твое, то есть, братья, в какой-то степени он завладел, я не знаю, как все это происходило, братья, не знаю, вот, или он с самого начала претендовал, ты мне дал, я буду управлять, хочу, мое, посмотри, как у меня получится, и так далее, ну, Люцифер, это бесплотный, очень могущественный, сильный дух, очень прекрасный, в прошлом, очень прекрасный, наделенный колоссальной властью и силой, и Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о моем семье теле, он не смел признести укоризненного суда, то есть, его положение до восстания против Бога было очень высоким, вот, и он обладал, вот, какой-то частью во вселенной, по всей видимости, и я так полагаю, что может быть и землей, и он в Едемском саду рассказывался, рассказывался как царь, и в этом же Едеме он совратил человека, вот ему не понравилось, он восстал против человека, я буду подобным всему, как это новое творение, и он совратил человека, вот, и в его руках вот это царство прекрасное, красивое, оно стало ветхим, и так далее, братья дорогие, вот, и Бог, Бог, вот, ну, Бог, настолько премудрый, братья, настолько славненный, я когда рассуждаю о Его творчестве, почему я говорю, в шесть дней Бог сотворил, и я верю, абсолютно, не надо было миллионов лет Богу, чтобы, я раньше, когда был младенцем, по-младенческим мыслил, я имею ввиду, духовное младенство, я представлял так, что Бог лепил этих зверюшек, как мод из пластилина, так он приблизительно, все это, знаете, годами, годами, все потом, все это сказал, и все зашевелилось, все забегало, все полетело, и все прочее, братья, Бог не так творил Вселенную, Он сейчас держит всю Вселенную словом, Он сказал, и все, слово нашего Бога настолько могущественное, что нам представить это даже трудно, оно никогда не возвращается тщетным, вот все происки сатаны, он очень бы хотел нарушить слово Божие, но если Бог произнес, он не сделает ни на одну, малейшее больше не сделает, чем определил Бог, ну, например, даром ли богобоязнен Иов, вот сатана говорит Богу, даром ли богобоязнен, то есть, он Бога обвинял, вот, обвинял Бога, что он тебе служит, ты ему хорошо за это посылаешь благословение, вот это отними, и я посмотрю, как он тебе будет служить, и Бог, Бог знаете, что сказал, вот он в своей руке, душу его сбереги, я уверен, что сатана хотел бы душу погубить, и он прилагал массу сил, чтобы именно душу сгубить, но вот слово Бог сказал, нет, не тронь, и все, вот это слово его сберегает, братья, меня это всегда восхищает, и меня всегда это утешает, ободряет, если Бог сказал, вот ничего не повредится, это она не сможет, он хочет сделать, но он против слова бессильный абсолютно, вот такое могущество имеет слово нашего Господа, и когда Бог творил вселенную, братья, я представляю, вот Бог сказал, если мы первую главу прочитаем книги Бытие, и сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша, не надо было много лет, Бог только сказал, как он это имел в виду, вот все до мельчайшей подробности, стало так, как сказал Бог, вот что он имел в виду, что он в себе имел, он сказал, и так это все появилось, то есть Богу не надо чертежи, вот, как архитектору какие-то, вот, значит, осуществлять, планировать что-то вот так, вот знаете, все как это мы делаем, чтобы построить дом, и все прочее, вот, знаете, как скульптор, вот мне так говорят, что вот, или поэты хорошие, или композиторы, они уже это представляют, а потом начинают это, как бы сказать, это воплощать, вот скульптор, он уже представил какую-то фигуру, он начинает это воплощать, он много работает, вот, у Бога все не так, он это имел в виду, он это увидел, если так можно выразиться, и он сказал, и вот так стало, мгновенно стало, только произнес слово, суша тут же образовалась так, как ее имел в виду Бог, ничего лишнего, и ничего не забыто, и Бог сказал, и стало так написано, и назвал Бог сушу землей, а собрание вот назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо, и сказал Бог, да и произрастить земля зелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так, вот Бог, что имел в виду, от маленькой травинки, до больших пальм, кедров наливаний, вот что это Бог имел в виду, вот Он сказал слово, произрастит земля, и вот вся земля покрылась зеленью, цветами неописуемой красоты, она изменилась после потопа, но это была неописуемая красивая земля, все заблагоухало, Кен Хуан говорит даже, знаете, вот запах можно увидеть, мы потеряли способность видеть, насколько благоухала земля, земля, вот запах был, вот написано, Бог обонял приятное благоухание, насколько все было красиво, все плоды пахнут, сейчас мы утратили все это, вот в связи с тем, что земля просто обезображена, а на самом деле настолько было все красиво, и Бог только сказал слово, и все, и яблони появились, и груши, и сливы, и мандарины, и арбузы, вот появились на земле, и вся земля прекрасна, от одного слова, Бог это имел в виду, Он сказал, и стало так, как Бог имел в виду, братья, я вот так представляю творение, вот, Божие, вот этой вселенной, настолько всемогущ наш Господь, Он сказал одно слово, птицы да полетят, вот над землею, Бог сказал, и от маленькой калибрии, который никогда не садится на землю, до большого страуса, который никогда не может летать, вот одни побежали, другие поплыли, третьи полетели, мгновенно, братья, разнообразие, и мы до сих пор не можем все до конца изучить, как люди, то есть мы всегда открываем творчество Божие, вот, как никогда Кант, выражение такое я его прочитал, вечно новым, постоянно возрастающим удивлением и благоговением, две вещи наполняет душу мою, звездное небо надо мною, и закон нравственности во мне, Коперник, когда изучал движение, он говорит, я, кажется, начинаю познавать Творца, вот, Кеплер, когда открыл закон движения планет, вот, он воскликнул, о всемогущий Бог, мне кажется, я начинаю познавать твои вечные замыслы, вот, то есть ученые восхищаются, и мы до сих пор пытаемся понять, вот, все, что сотворил Бог, и это неисследимое богатство, вот, заглянуть в океан, в эту бездну, вот, до сих пор какие-то млекопитающиеся, рыбы, чего только нет, новые и новые какие-то, вот, находят экспонаты, новые какие-то твари, вот, и ученые раздвигают руками, и Писание говорит, о этом море, как велико оно, там присмыкающиеся, которым нет числа, абсолютно нет числа, все они от тебя ожидают пищи, даешь им, поднимают, простираешь руку твою, насыщается благом, скроешь лицо твое, метутся, вот, эти твари, вот, множество, это все сотворенные Богом существа, неописуемые красоты, братья, вот так Бог творил, Он сказал, и мир наполнился, наполнился весь мир животными, ну, я имею ввиду, наша земля, и плоды на земле, и все настолько прекрасно, вот, и все настолько красиво, я это так немножко красочно попытался объяснить, братья, это, когда говорю о всемогуществе Бога, но все это, ничто по сравнению с того, что имел ввиду Господь, что имел ввиду Господь, но я еще, братья, немножко, вот, но самое, самое конечное, венец творения Божия, это человек, братья, это человек, и Бог сотворил человека, братья дорогие, вот, человек оказался, оказался, Бог допустил, вот, Бог, я сейчас коснулся его разума, вот, Он не следим, так и написано, вот, мы, мы, Он вседержитель, мы не постигаем его, мудрец древности говорит, Он велик силой судом и полнотой правосудия, таков наш Господь, и Бог, удивительную перспективу, братья, открывает, да, Он допустил грехопадение, но в этом нет трагедии, я не вижу трагедии, братья, просто Бог использовал, Он все наперед видел, Он уже увидел, что зародилось сердце Люцифера, и может быть, это зародилось раньше, все это Бог видел, и Он наперед использовал, Он использует ошибки, и наши братья, Он использовал ошибки патриархов, для того, вести свои интересные планы, или то, что Он имел в виду, например, привожу библейский пример, братья Иосифа поступили очень плохо, негодно поступили, против брата своего, против своего отца, но когда Иосиф получил от Господа откровение, он братьев своих утешает, не печальтесь, Бог этот попустил, чтобы спасти великое множество людей, то есть Бог использовал жестокость братьев, для того, чтобы привести их потом к покаянию, они плохие были, потому что слух о них нехороший был, их надо было поправить, а как поправить, надо было такой ему дар нанести, чтобы сокрушить их упрямое, упорное сердце, что они делали за спиной своего отца, каким образом, на это годы уйдут, но Бог это сделает, рукою Иосифа, Он приведет их к сокрушению, потому что они должны быть патриархами, и Бог через них линию поведет к спасению людей, к Иисусу Христу, и Бог использует, допуская их ожесточение против Иосифа, спасая людей, делая Иосифа прообразом Иисуса Христа, и тому подобное, и потом он братьев сокрушит, то есть Бог использует братья иногда и наши ошибки для того, чтобы потом какое-то благо, нам не надо себя оправдывать за наши ошибки, Иаков себя казнил, можно сказать, за свои ошибки, вот, и знаете, как он казнил, но я такое выражение употребляю, просто, он говорил о своих днях несчастных фараону, несчастных, то есть он осудил себя, вот, и пред глазами его была и дочь, и Рувим, я думаю, это была такая боль для него, и Иосиф, и сыновья его, это делало его вот в земной жизни таким несчастным, но в духовной жизни великим патриархом, именем которого будет называться Бог, я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, то есть Бог вот все использует, братья, себя оправдывать нельзя, но надо себя утешать, что Бог выведет в будущем и лучше сделает, лишь бы только мы могли входить в его намерение, не делаться противниками и так далее, и здесь Бог, братья, вот, и Бог начинает осуществлять уникальный план, братья, вот, то, что там было определено до создания этого мира, определено в Святой Троице, на что дал согласие Христос, Он сказал, я иду исполнить волю Твою, я полагаю, что Христос это сказал там, когда решался вопрос невесты, когда вопрос решался, вот, людей, хочешь иметь? Хочу, хочу, вот, как мы, братья, мы хотим почему-то иметь себе подобных, откуда такое? Я одному человека спрашиваю, даже не одного, человек рождается на страдании, вот, ты потомство иметь хочешь? Хочу, но ты знаешь, на какое страдание рождается человек? Знаю, а что хочешь? Хочу и все, хочу иметь сына, хочу иметь дочь, так может быть, несчастные дни будут, хочу, братья, Бог хотел иметь себе подобных, он хотел, чтобы те, которые будут отличаться от ангелов, те, которые будут находиться с ним на престоле, Бог это хотел, и он начал это творить, и Бог эту перспективу открыл, сотворим человека по образу и по подобию нашему, братья, и вот этого подобия как бы не получилось, а почему? Бог все это допустил, я сейчас уже немножко бегу вперед, вся история израильского народа, это все подготовка к тому, чтобы вот нам быть подобным, подобным Богу, братья, для того, чтобы стать подобным, надо иметь общую сущность, надо иметь одно, надо иметь одну плоть, можно так сказать, дети, как дети причастны плоти и крови, вот наши дети, почему с нами одно, они причастны, написано, то и он воспринял, он и, вот чтобы мы стали подобными, Христу надо было уподобиться, во человечице, ему надо было стать подобным нам, чтобы мы стали подобными ему, надо было все через это, все пройти. И Христос для этого пришел, он вычеловечился. И эту природу принял. Об этом мы читаем, братья, вот в послании апостола Павла к евреям. Сначала о сыне. Кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, да? То есть, сын подобен отцу. Ангелы равнять нельзя. Сын о сыне, престол твой Божий век века. Царство твое. Вот, царство правоты. То есть, это говорит о единстве с отцом, это говорит о подобии и его как о царе идет речь. Об ангелах по-другому. Вот, тут идет большая разница. О сыне престол твой, жезл царствия твоего, жезл правоты и так далее. Об ангелах. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами твоими духов, ветер, чудеса и служителями твоими пламенеющий огонь. То есть, ангелы как исполнители Божьих намерений, а сыня нет. Он он на престоле. Он вот абсолютный наследник всего. Он единственный. Вот, не ангелы, наследники и так далее. И заканчивается эта глава такими же словами. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сидя, одесну и меня, доколе положу врагов твоих. То есть, речь идет о верховной власти Божьей, отца и сына. Вот, идет речь о правлении во вселенной. Вот, и какое место занимает во вселенной Христос, и какое место занимает ангелы, а потом начинает речь идти о человеке. Вот, следующая глава. Заканчивается так. Ангелы – это служебные духи, которые посылаются на служение для тех, которые имеют наследование во спасение. Вот, сфера действия ангелов – это служебные духи. Дальше. Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Не ангелам. О! Значит, я немножко так, и то с бедным языком, может быть, не всесторонне, хотел показать царство нашего Господа. Вот, могущество и власть, власть нашего Господа. И тут написано, это не ангелам. Это не ангелам. И не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив. И такой интересный оборот речи. Некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его. И с одной стороны, братья, действительно, а что значит человек? Да вообще ничто. Давид о себе говорит, я червь, я пес. Вот по сравнению с Богом казалось, какое ничтожество. Но тут не в смысле уничтожения человека идет речь. Вот, хотя так можно понимать, и я так рассуждаю, что мы, ну, по плоти мы вот такие, люди. Нам не с чем гордиться. Но тут речь совершенно идет о другом. Напротив. Некде кто-то сказал, что значит человек? И он задавал, что значит? И дальше открывается, что он значит для Бога. Написано, немного ты унизил его пред ангелами. То есть, немного, то есть, на короткое время ты вот этого человека унизил перед ангелами. Они стали как ничто. Это сделал Бог, братья. Нет, это не восставший Люцифер. Бог это допустил. Ты его перед ангелами на короткий промежуток времени унизил. А потом славою и честью увенчал его и поставил на делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, ты не оставил ничего не покоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Братья, речь идет в этом контексте не о Христе. Да, о Христе идет речь в 15 главе послание коренчана. Здесь идет речь о человеке. О Христе нечто подобное говорится. Вот дальше мы читаем. Но видим, что за претерпение смерти увенчан слава и честь Иисус, который немного, то есть такой же оборот речи, немного был унижен, то есть и Христос, оказывается, на короткий промежуток времени стал ниже ангелов. Но это промежуточное время, это короткое. Унизил предангелы, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех, вот для чего он был унижен, вот почему он стал ниже ангелов только на короткий промежуток времени. Ибо надлежало, чтобы тот, то есть Христос, для которого все и от которого все приводящего многих снов во славу вождя спасения совершил через страдания. Ну, тут речь идет и об отце и о сыне. Ибо освящающие и освящаемые все от единого. Речь о Христе и о спасенных. Поэтому он не стыдится называть их братьями. Речь идет о Христе. Братья. Для того, чтобы мы стали братьями Христу, ему надо было стать подобными нам. Уподобиться нам. Вот. Чтобы мы как бы отождествились со Христом одно стали. Он не стыдится назвать их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим. Посреди церкви воспою тебя. И еще. Я буду уповать на него. И еще. Вот я, то есть Христос говорит, и дети, которых дал мне Бог. Я и дети. Братья, нигде об ангелах так не сказано. Вот посмотрите, какое родство, какая близость у спасенных людей, у церкви со Христом. Как одно стали. Поэтому так и написано. Мы стали причастниками Божеского естества. И вещарь Господня, она подтверждает наше духовное единство. На сегодняшний день вот это духовное единство, пока мы Бога не видим таким, как есть. И знаете, как Писание говорит? Он первенец во вселенной. Первенец. А кто же второй? Кто же третий? Братья, а это оказывается церковь, это спасенные народы. Это те, которые на какой-то промежуток времени оказались ниже ангелов. Вот. Испытав на себе вот власть греха и освобождение от греха. Вот. Но это на короткий промежуток времени. Ибо не ангелов восприемлет он. Не ангелов. Да, ангелы занимают свое место. Бог их не уничижает. Вот. Они будут и славны в царстве нашего Господа. Кроме тех, которые оставили свои жилища. Вот. Они это сделали добровольно. Вот. Это не то, что низвержение сатаны. Хотя Христос говорит, я видел сатану спадшего с неба, как молнию. В общем-то, он добровольно, сознательно ушел. И ангелы ушли от Бога. Вот. Сделали восстание. И Бог их постепенно отодвигал. Их следующее низвержение, братья, это будет на землю. Сейчас они господствуют в воздухе. Бог их отодвинул. Ограничил их сферой деятельностью. Они будут низвержены на землю. И следующее низвержение, это будет уже в бездну. Это будет уже в ад. То есть, постепенно, они сами на себя навлекают. Вот. Божие осуждение. Христос так сказал, я изведу из среды тебя огонь. Он тебя спалит. Все, что делает сатана, он делает против себя. Он делает против своего царства. И он его сгубит окончательно. Ты погубил мудрость твою. И Бог показывает, вот он избрал людей себе. Вот. Народ ничтожное и немощное. И нам, братья, не надо удивляться. Это предопределение Божие. Это его замысел прекрасный. Посмотрите, братья, кто вы избранные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, но Бог избрал. Это Божие намерение. Для того, чтобы все самое высокое в царстве тьмы, в царстве сатаны, вот, значит, уничижить, вот, и показать, что Божие, Божие самое слабенькое, самое, самое, казалось бы, немудрое, оно мудрее всего абсолютно, то, что не от Бога. Ну, Бог, то есть, используя грехопадение, Бог множество планов своих выполняет. Очень множество. Во-первых, нас делает подобными себе, совершает суды, вот, над восставшими ангелами, вот, и они зарабатывают себе гнев Божий, вот, в будущем и так далее, и они страшно этого дня боятся. Я только хочу еще подчеркнуть эту мысль, ибо не ангелов, не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Аврамова, то есть, человеческое семя, семя Господа нашего Иисуса Христа, и о нем дальше сказано, посему он должен был во всем уподобиться братьям. Вот Христос, он уподобился нам, братьям, чтобы мы навсегда уподобились ему. Это в будущем. Этого подобия Бог достигнет. Войдите благословенные, наследуйте царство, готовое вам создание мира. Вот, это мы с вами в будущем увидим, и написано, станем подобны ему, потому что увидим его как есть. Вот это будут, братья, завершение Божьего творчества о сотворении человеков, сотворении людей. Вот, это особые будут, как бы сказать, в Царстве Божьем личности, вот, Христос говорит, сядут со мной на престоле. Это не ангелам, сказал Бог. А в послании к коренфянам, в 15 главе, я еще подтвержу эту мысль, мы читаем так, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, это не ангелы, это Христовы, это подобные, а потом Христовы в пришествии его, а затем конец, когда он прицарствует Богу, отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и всякую силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов своих под ноги свои, последний же враг истребится смерть. Братья, смерть это страшная личность, еще поединок у Бога с этой личностью будет, она уже побеждена в какой-то степени, но она еще не уничтожена, вот, и смерть, и ад следовали, то есть это не просто какое-то абсолютно, как бы сказать, пассивное состояние, без всяких движений, вот, и все проще, нет, личность очень, очень сильная, вот, и Христос еще будет иметь дело с этой личностью, вот, и написано и смерть, и ад, вверженном озеро огненное, и смерть, и ад, это вопрос будущего, сейчас Бог совершает покорение вселенной, и вот написано, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов своих, под ноги свои, последний же рак истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его, когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все, когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится, покорившему все Ему, да будет Бог все во всем, братья дорогие, сейчас происходит такое покорение вселенной, Вот Христос это осуществляет своими божественными планами. Мы не все можем понимать. Я тоже вот пытаюсь что-то понять, вот постигнуть что-то, но думаю, насколько слабенький разум, вот неспособный все вместить, вот Божье творчество по созданию Вселенной, человека, спасение и так далее. Бездна богатства, премудрость, ведение Божие, как непостижима судьба его, вот только с апостолом Павлом хочется воскликнуть это, вот и восхищаться, что сделает Бог братьям. Конец будет славный, прекрасный, покорена будет вся Вселенная, вот и мы услышим голос, вот реальный голос, водите благословенные. Вот в царстве будут только благословенные, в аду будут исключительно проклятые. Аминь.